Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим яичный ликер «Адвокат». Этот замечательный ликер можно использовать самостоятельно в качестве напитка. У него вкус, как у ирландского ликера, бейлис. Также этот ликер можно использовать в качестве дрессинга для ваших десертов. Вот сейчас я вам показываю, какие блюда можно использовать с этим замечательным ликером. Изначально этот ликер был изготовлен в Голландии. На сегодняшний день его производят в Германии и Австрии. Но на самом деле этот ликер был придуман много-много-много лет тому назад. Еще во времена, когда португальские колонизаторы прибыли в Бразилию, они познакомились с напитком, который делали местные индейцы на основе спирта, фруктов, меда и авокадо. Он очень им понравился. Они взяли несколько бочек этого напитка и привезли в Старый Свет. Но вырастить авокадо в климате нашем, скажем так, непростом европейском, не получилось. И поэтому они авокадо заменили яичным желтком. Давайте и мы тоже приготовим этот замечательный напиток. Кстати, если вы посмотрели уже тирамису, которую мы с вами уже готовили, вот мы там использовали ликер Адвокат. Сегодня мы с вами приготовим порцию с расчета двух желтков. Мне не нужно много, поэтому я делаю только на два желтка. Если вам понадобится гораздо больше, вы просто умножайте ту раскладку, которую вы видите. Вот сейчас я вам ее показываю. И внизу под нашим видео полностью я все написал, сколько нужно каждых ингредиентов для того, чтобы приготовить этот замечательный напиток. Итак, давайте начнем. Я отделяю белки от желтков. Моя кастрюлька холодная. Пока что ее на огонь не ставьте, иначе яйца могут свариться. А нам этого не нужно. Теперь венчиком смешали желток и начинаем его потихоньку греть. Огонь должен быть очень маленький. Вводим сахарную пудру. Количество я вам указал. Щепотку соли. Следите за огнем, чтобы огонь не был очень сильным. Если яйца сварятся, наш напиток с вами не получится. Жирные сливки. Вот сейчас уже можно добавить огонь. Молоко. Нам нужен с вами термометр. Нужно тепло. Так, хорошо. Вот так вот нужно помешивать в среднем минут 5-7 для того, чтобы равномерно наша смесь нагрелась. Температура. Так, еще. Какая вкуснятина. Так, вот обратите внимание, видите, вот она у нас атаку загустела. Сейчас у нас с вами 60 градусов. Добавляем ром. Вы также можете использовать хороший виски, коньяк. Смотрите, чтобы яйца не свернулись. Ну вот, вот он у нас практически готов. Достаточно хорошо загустел. Вот так вот. Давайте попробуем. просто вкуснятина. Этот напиток будет замечательный для женщин. Как в мою молодость говорили, ликер – это бобовал. Итак, друзья, вот смотрите, наш ликер готов. Теперь нам нужно его довести. Добавляем сюда немножко сока лимона. Буквально чайную ложечку хорошей ванили. У меня ванильный экстракт из Мадагаскара. И для того, чтобы получился красивый цвет яичный, мы добавляем сюда кукурму. Вы скажете, ну ты даешь, добавляешь кукурму. А вы знаете, между прочим, на заводах Шредера еще с 17 года в Голландии и в Германии добавляли именно кукурму, для того, чтобы получился тот самый правильный яичный цвет. На сегодняшний день многие производители, особенно если вы видите яичные ликеры в магазине, и они дешево стоят, там нету практически яиц, потому что там все будет, скорее всего, эмульгаторы и загустители. И цвет будет добиваться красителями, но никак не натуральным продуктом, кукурмой и особенно желтками. В итоге я положил сюда неполную чайную ложку. Вот теперь наш ликер выглядит, как и должен. Приятного желтоватого оттенка. Хорошо. Сейчас я его попробую. Ну, просто песня. Теперь берете стерилизованную бутылку, все это туда заливаем. Как только он остынет, закрывайте крышечкой и храните в холодильник 4 недели, месяц. И пользуйтесь по мере необходимости для своих десертов или просто как напиток. Ну что, друзья, если вам понравился наш рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Жду вас на следующей неделе. Все, до свидания, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова